Звёздное небо прекрасно, но трудно найти более враждебную для человека среду, чем космос. В космосе никакой крем от загара не защитит вас от солнечного излучения. И в тени не лучше, минус 150 по Цельсию. Космос намного холоднее Арктики. В отсутствии кислорода человек через 15 секунд теряет сознание. А по земной орбите, подобно облаку пуль, кружат миллионы микрометеоритов. Для защиты астронавтов в этих условиях учёные разработали специальный костюм для выхода в открытый космос. Мы называем его скафандр. Одеяние настолько сложное, что его не наденешь без специальной подготовки. Его можно надеть самостоятельно, но нужен некоторый навык. Каждый скафандр состоит из 17 слоёв, каждый из которых выполняет свою задачу. Во-первых, чтобы астронавт мог работать в космосе, внутри скафандра должен быть воздух под давлением. В космическом вакууме человеческая кровь просто закипает. Значительное снижение давления приводит к тому, что в крови образуются пузырьки воздуха. Они рвутся наружу, что приводит к мучительной смерти. Итак, чтобы скафандр не выпускал воздух, первый слой делается из герметичного полиуретана. Чтобы он не лопнул, как воздушный шар, его окружает усиливающий слой, нейлоновая ткань с неопреновым покрытием. Так, Том, поднимаем до трёх десятых. Но если создать внутри скафандра атмосферное давление, он будет твёрдым, как статуя. Поэтому расчётное рабочее давление составляет всего одну треть атмосферного. При трёх десятых килограмма на квадратный сантиметр подвижность не ограничена. Сочленения легко сгибаются, и скафандр отлично выполняет свои функции. Сочленения скафандра сконструированы таким образом, чтобы астронавт мог сгибать руки и ноги. В скафандре есть подшипники в районе плечевых суставов, локтей и запястий, чтобы можно было двигать руками. А также на поясе, чтобы можно было поворачиваться. Я могу повернуться, поднять руки. Поскольку давление в скафандре низкое, дышать в нём не легче, чем на вершине Эвереста. Поэтому в космосе астронавты дышат чистым кислородом, который подаётся в скафандр по кабелю, подсоединённому к бортовой аппаратуре. В ранце есть аварийный запас кислорода на 30 минут, на случай, если подача кислорода по какой-либо причине прервётся. Таким образом, астронавт может дышать. Но с каждым выдохом скафандр наполняется токсичным углекислым газом. Поэтому скафандр оснащён системой жизнеобеспечения. Газы проходят через угольный фильтр, удаляющий неприятные запахи. Потом через гидроксид лития, поглощающий углекислый газ. Теперь астронавты могут дышать. Но есть и другие проблемы. Ещё в 60-е годы первые астронавты столкнулись с тем, что в скафандре вскоре становится жарко, как в сауне. Дело в том, что перепады температур в космосе от плюс 100 до минус 150 по Цельсию. И скафандры должны быть оснащены мощной теплоизоляцией. В современных скафандрах для теплоизоляции используются неопрен, гортекс и дрейкон. Но в вакууме теплоотдача происходит очень медленно. Поэтому в конструкции предусмотрена жидкостная система охлаждения и вентиляции. Она представляет собой тонкие трубки, по которым циркулирует вода. Через этот разъём вода поступает из ранца в систему охлаждения и обратно. И, наконец, внешние слои скафандра должны защищать астронавты от микрометеоритов — мелких частиц, мчащихся в космическом пространстве со скоростью тысяч километров в час. Чтобы микрометеориты не могли пробить скафандр, его внешнее покрытие представляет собой семь слоёв алюминизированного милара, исключительно прочного полиэфирного материала. И, наконец, есть ещё один слой, сделанный из гортекса, кевлара и снаружи огнеупорного номекса белого цвета для защиты от жёсткого солнечного излучения. Общая толщина скафандра всего полсантиметра. Поразительно. Я отлично себя чувствую. Не жарко, дышится легко, температура воды нормальная. Казалось бы, костюмчик стоимостью около 20 миллионов долларов может быть только сшитым по индивидуальным меркам. Но все компоненты скафандра — серийная продукция. У нас есть разные размеры, в зависимости от объёмов талии, от размеров рук и ног. И ботинки у нас тоже разного размера. Только одна часть изготавливается на заказ — перчатки. Создание перчаток, надёжно защищающих руки астронавтов и позволяющих работать, сложная конструкторская задача. Процесс их изготовления очень сложен. Пара таких перчаток стоит 40 тысяч долларов, а пользоваться ими можно только 25 раз. Первый этап. Делаются гипсовые слепки рук каждого астронавта. По этим слепкам строится компьютерная модель. Затем по этой трёхмерной модели изготавливается перчатка. Подобно текстовому процессору, компьютер просто печатает её на специальном трёхмерном принтере. Этот принтер последовательно наращивает слои. Полученную таким образом резиновую перчатку погружают в латекс. Сейчас мне надо ещё три раза погрузить изделие в латекс, а затем в полиуретан. Полиуретан облучают ультрафиолетом и поверх него аккуратно нашивают внешние слои. В результате такого индивидуального подхода перчатки сидят, как влитые. Скафандр — настоящий инженерный шедевр. Он защищает астронавта почти как космический корабль и позволяет выходить в открытый космос. Но поскольку НАСА планирует новые полёты к Луне и даже к Марсу, началась работа по созданию новых скафандров, предназначенных для работы на поверхности планет. Эти так называемые «жёсткие» скафандры не только долговечнее космических, но и лучше обеспечивают подвижность благодаря новой конструкции сочленений. Это рабочая модель номер три. Одно из самых существенных отличий от скафандра для выхода в космос — намного более высокая подвижность. Вы видите, что Кевин может поднять руки выше головы и поворачиваться в поясе. И то и другое очень важно для научных исследований на поверхности Луны. Благодаря современным скафандрам человек может жить, дышать и работать в несовместимых с жизнью условиях космоса. Одежда астронавта не получает призов на показах мод, но при цене 20 миллионов за комплект она не только намного дороже, чем любой из шедевров Армании, но и несравнимо сложнее.